друзья подписчики всем огромный привет с вами джимблокс в общем сегодня я не планировал записывать никакие продукты но мне надо было поехать walmart и я вам говорил что мне ехать туда достаточно далеко где-то 20-25 минут и просто чтобы и раз я уже приехал решил еще взять немного продуктов небольшая закупка буквально там на 54 доллара по моему в общем но быстро обозрим я вам в основном скажу что за продукты какие цены что них думаю кроме walmart а вот здесь я заезжал в доллар 3 но это было в болтовлоге но я просто не знаю будет ли этот болтовлог я его вообще буду выкладывать или на какой канал еще не решил может и вообще не буду а может это ну на платном канале короче я его просто не смотрел потому что сегодня записывал и вот по пути walmart и заезжал доллар 3 и там из новых продуктов были вот такие консервы сардины сделаны в марокко продукция марокко в общем но они когда как бывают сардины эти попадаются нормальные бывают фигня но смысл том что как бы в доллар 3 это новые сардины я таких там раньше никогда не видел там есть какие-то другие я покупал там автоматном соусе если в масле и в такой в собственном соку эти сардины ну вот написано дикой поимки в банках здесь по 125 грамм короче они там разные ну то есть здесь коробочка внутри лежит обычная банка консервная вот такая вот с ключом они разных вкусов вот такая вот с синей рыбкой это в собственном соку ну здесь написано в воде но это то же самое шо по нашему собственном соку потом вот такая вот в горчичном соусе и последнее в овощном масле каком именно масле не знаю сейчас посмотрим написано или нет подсолнечном sunflower подсолнечном масле ну короче тут составил к примеру только сардины масло и соль консервантов там никаких добавок нету но смысл их я их брал не потому что они дешево или потому что они мне там слишком нравится я их взял просто на пробу чтобы попробовать потому что как я вам говорю новый товар а я как бы в доллар 3 люблю эти новые товары брать на пробу короче взял каждого вида по одной банке на пробу вот принципе если здесь ну вот кстати те которые в собственном соку здесь даже не добавлено соль то есть по идее можно в принципе и кота кормить но это как бы невыгодно все равно ваша за доллар для кота то можно и более нормальных консерв купить вот ну более больших и там которые специальные кошачьи короче с доллар 3 вот три консервы 3 доллара в общей сумме зачем я ездил walmart вот сейчас покажу то есть ну как я вам горел хочу начать там заниматься ну как это бы зарядка небольшими упражнениями я же гантели покупал ну тоже не город зачем ты их покупал я рассказывал по причине зачем я покупал не для того чтобы там качаться или что-то нам на работе выдавали деньги на оборудование домашнего офиса и эти деньги можно было потратить там на какой-то мебель на и ну ты короче то что вам надо для офиса но нельзя было тратить там на компы потому что это все на работе выдают на мониторы там это все нельзя ну наушники то есть всю технику компьютерную нам выдает можно было принтер взять мне принтер не нужен потом можно было компьютерный стол или кресло купить но это тоже у меня все есть он показывал обзор кресла был я недавно покупал кстати дорогой там как бы получалось так что если ты эти ничего не покупать что эти деньги просто пропадают поэтому эти два набора гантели я взял конечно они мне не особо нужны но это единственное что я как бы выбрал для себя из того что разрешено было покупать потому что ну понятно что какую-то любую там одежду например нельзя купить для домашнего офиса решета короче можно было брать спорт инвентарь и взял два этих набора гантели они там по 200 чем-то долларов короче я не помню какую нам тому же сумму давали чтобы не обманывать это давно было вот и как бы мне их работа это компенсировал а так бы они просто пропали поэтому я их и купил но они принципе нормальные но я вам говорил там была проблема то что блины разваливаются когда ими занимаешься и надо было ну как я видел только вариант купить новые крепления нормальные стопоры и я заказала дни они все не подошли то есть по моему 15 долларов потратил и все они были на миллиметр больше это же они спадали и в итоге я уже заказал на миллиметр меньше но я уже не так тупо не заказывал как тогда я сразу заказал все и они мне все не подошли куда их делать ну дети я не знаю придется там или выбросить или там не знаю секонд-хенд отвести короче я заказал уже одно укрепление меньшего диаметра ждал пока она пришло померил все подходит и заказал все остальные и вот это вот заняло ну там какое-то время в итоге время потратилось я уже уехал в каролину в каролине он говорил работал там на ремонте у себя и там ну две небольших травмы у меня тут как растяжение до в кисти в этой в левая вправо и растяжение в локте получилось и и это самое кот там ходит и короче но я думаю ну фигня чудом растяжение пройдет но видимо из-за того что я пытался да вот это какие-то упражнения делать то все короче она там ну не проходит то оно прошло я опять чуть позанимался опять стала болеть я короче опять не занимался но вроде прошло опять ну короче ну вот месяц уже прошел и она ну до сих пор как бы я чувствую что там еще есть это растяжение и там и там вот и короче я думаю надо взять мазь у меня было раньше которая помогала но это прошло много лет и я ее открыл и я не помню уже где ее покупал честно в магазине в каком-то но она реально помогает он же есть мазь которая просто снимает боль а есть мазь которая как бы впитывается и она там лечит сами эти связки вот и у меня была вот которая лечит но ее тоже надо было там не за день она несколько дней мазать но она помогала но прошло сколько-то лет и я ее открыл она уже стала какая-то пропавшая консистенция короче али запах какой-то страны в общем я решил что она уже не работает или фико знает короче решил взять новую но именно ту я не нашел поле и уже не делают не знаю короче я почитал в интернете там на амазоне 55 тысяч отзывов все положительные американский продукт безопасно и эффективно 57 грамм короче ну она не дешевая ну вот я вам гру на амазоне посмотрите сделано в сша 55000 отзывов называется penetrex ну здесь еще вот написано что 35000 отзывов это наверное еще банка ну старый дизайн сейчас там я вам гру 50 чем-то тысяч значит ну тут основной состав вот это они арника монтана flower extract вот у меня в старой мази он тоже был и потом здесь тоже но всякие масла там всякие экстракты здесь кроме этого есть еще мсм мсм о2 вот это вот фигня которая тоже помогает там впитыванию что-то такое но основные вот написано компоненты какой-то сети умера 100 лет босс вела сирата глюкозамин чуллин алоэ вера какая-то баттер короче не знаю вот они к витамин b6 мсм основное что здесь ну вот это арника я не знаю как она переводится она у меня в той мази тоже было то есть я так понял вот это арника ну здесь как типа из-за того что мсм она более эффективная 0 это тоже помогала но она не за день амгро это может неделю надо мазать вот так вот короче вот он написано что он восстанавливает этот крем короче я не буду вам рассказывать ваша им еще не пользовался посмотрите в этом в интернете номер один вот с 2009 года ну то есть старый продукт уже проверено он бывает в разных упаковках в тюбиках и в банках везде написано сделано в сша короче но он стоит 18 долларов вот с налогом получается двадцатка но его можно купить в онлайне на амазоне такая же точно цена один к одному но когда его привезут хрен его знает он стоит 18 у них бесплатная доставка с 25 то есть надо опять набирать какого-то ненужного бреда на оставшиеся деньги но мне не хотелось ничего ненужного тоже докупать это на 7 долларов что-то покупать надо было потом она обычно все что это покупаешь ему тебе не надо валяется и чё потом с этим делать новые как бы если мне что-то надо было я бы купил да мне ничего не надо было потом можно купить в аптеках но то же самое там она все вес по моему продается фармасе у нас в городе и нету куда-то ехать ее искать сколько она там стоит и если она в наличии непонятно больше у них сайта нету как у волмарта где-то на сайте может заказать поэтому я короче это самое ну с аптекой тоже решил не экспериментировать и третий вариант был волмарте взять короче волмарте получилось доставка ну было написано на следующий день пикап то есть если вы хотите чтобы вам домой прислали там с 35 долларов или надо доплачивать то же самое что на амазоне но на амазоне с 25 ну тоже непонятно сколько стоит эта доставка когда привезут а если приехать в магазин и самому забрать то я вчера заказала сегодня уже можно было забрать и это бесплатно ну я и выбрал этот вариант как он мне показался наиболее оптимальный производится вот компания bio max health products расположена она в сан-диего калифорния кстати был сан-диего фотки были тоже я выкладывал в этом в инстаграме смотрите подпитывая тис на instagram короче не будем ее сейчас открывать там тестировать потому что это как бы не ну не тема видео это вам просто показываю из-за чего я поехал волмарт чтобы забрать эту хрень вот а так бы я вообще не ездил бы ничего не покупал ну потому что мне уже надоело ждать друг она и два месяца будет не проходить понимать а эта тема говорят стопудово помогает попробуем ну или 20 долларов получается на ветер ну может быть вам кому-то тоже полезно если кто-то тоже ищет это средство вот я вам показываю какое я нашел вот потому что много этих мазей для суставов там для этих сухожилий для растяжений но они в основном все обезболивающие то есть они снимают боли а я искал именно не которая снимает более именно которая лечит вот блин а вот там асша у меня короче по моему тумас мне моему и может почему я не могу купить по моему мне выписывал врач когда я вам помните выкладывал видео что у меня что-то там в лопатке то ли в спине было я помню что мне какую-то мазь тогда выписывали я покупал но может это она кстати была которая пропала потому что то было несколько лет назад и она ну стояла понятно открытая просто в ванной поэтому такая короче ладно давайте смотреть продукты в общем из продуктов то что мне надо в холодильник сейчас положить чтоб она не пропала вот продукция сша куриные ножки ну как я не особо их как бы любитель да вообще их как бы вкусно жарить но я сейчас от жареной пищи пока временно решил отказаться ну или по крайней мере сократить поэтому я пока не знаю как их буду готовить они стоят за четыре с половиной паунда 498 то есть меньше пяти долларов вот за эту всю упаковку ну здесь вот их написано 2000 41 килограмма короче по свежести все нормально до 22 июня это еще целая неделя сделаны короче все в сша короче куриные ножки такие крупные не знаю но может в этом в мультиварке может их сготовлю или может там какую-то не знаю сварю ну короче что-нибудь придумаю без антибиотиков без гормонов без стероида вот все написано короче обычные ножки так сейчас провод ну просто сейчас как-то достаточно жарко и я не хочу чтобы все уже начало пропадать раньше времени вот получаешь их тоже не сегодня буду готовить из мяса единственная покупка еще вот такая ну я вам такую уже показывал они только кстати в основном волмарте я их и видела не знаю может еще где-то продаются копченые крылышки индейки в прошлый раз я покупал копченую ножку индейки или ножки я уже не помню было видео тоже продукты из волмарта ну кто смотрел тот помнит там еще много тоже не про эти ножки писали ну понятно это не особо полезно и хотя здесь и написано что она коптится как бы на древесных этих на дереве ну хардвуд то есть тут нету коптильной жидкости но понятно их сначала маринуют вот воде в соли в содиум-цитрате фосфате ну то есть грубо говоря это просто селитра которая все убивает соль сахар натуральные ароматизаторы декстроза не короче такого чего-то особо особо вредного нету соль сахар селитра то есть обычный маринад там их маринуют чтобы ну чтоб вы меня отравились потом коптят короче ну да как бы не особо полезная но им грилл я кожу все равно не ем то есть вся копченость в основу в коже со храняется ну здесь много протеина 17 грамм протеина получается в одной порции одна порция считается 84 грамма одна порция 84 грамм то есть 84 грамма вот этой получается 17 грамм протеина я думаю это совсем неплохо а здесь всего сколько грамм вот они по весу продаются здесь получается два с половиной паунда два с половиной паунда я не знаю сколько грамм но это больше килограмма вот и цена запом 348 принципе я думаю нормально понятно что здесь кости и шкура который выбрасываешь ну короче в итоге она 9 долларов стоит ну взял на пробу в основном потому что я именно крылышки не пробовал а те ножки которые я тогда но обозревал они вообще были невкусные вот я вам честно говорю они тоже что-то около 10 долларов или 8 тогда стоили почему не вкусные потому что мясо само нормально принципе вкусная но индейка и полезная протеин да все дела но проблема была в том что у индейки в ногах у них много вот этих вот жил и я реально запарился их короче чистить но его не так как куриную ножку откусил и съел там ты откусил и и там вот внутри вот эти жилы короче ну ну я их съел конечно но я бы не сказал что они как может они полезные что они как бы стоит там денег что там 10 долларов за ножку доплатить а эти в принципе ну как они здоровы как я вам говорю больше килограмма каждой крыло считай по полкило то если и дальше так и жилой там 70 грамм протеина наверно ну посмотрим не знаю конечно буду есть в принципе мне понравилось качество все как сделано в сша понятно но по вкусу это надо пробовать так я вам сказать не могу посмотрим но ножки я бы не рекомендовал но это короче не будем обозревать этот ворох и уже сто раз обозревали вот решил взять из нового продукта вот я давно хотел эту тему взять но она то дорого то короче и у меня сомнения были короче это сметана но именно мексиканская вот она во всех магазинах вообще продается потому что ну в америке мексиканцев очень много и они видимо вот именно этой сметане привыкли плюс здесь еще недостаток по сравнению с обычной сметаной что здесь конечно больше ингредиентов то есть в обычной сметане я вам прошлый раз показывал там только сливки молоко и вот эти вот культуры здесь есть то же самое сливки молоко здесь еще какой-то гуаргам карагенан потасиум сербат для свежести и все ну в принципе до соли ли этого нету ну не знаю короче надо пробовать я взял на пробу я не знаю что она потому что как бы я видел что все их покупают стоит она такая вот это кстати я вам не искал по-моему доллар 48 за 453 грамма за 1 pound вот это 312 312 здесь 443 миллилитра странно это же объем распасовки настоящая калифорнийское молоко грейда ну короче не знаю но тоже написано что здесь без всяких антибиотиков без всякой фигни короче взял на пробу он что сметана мне нравится и постоянно ем ну как бы для разнообразия взял другой фирмы здесь она должна быть да вот видите с этой защитой вот поэтому не буду пока открывать так и ну ну ли самого наверно то что я вредного взял вот курицу в принципе я бы ее и не брал просто проблема в чем что сегодня четверг рабочий день я получается свой день работал но я сегодня даже еще и не завтракал и не обедал и не ужинал почему не знаю вот я не знаю просто не хотелось но я вес также хочу немного сбросить жир и как бы целый день не ел а сейчас как бы есть хочется но я утром только пил свой коктейль который я вам показывал ну у меня уже состав там немного изменился но не сильно то есть основной смысл остался тот же ну вот этот коктейль пил и потом как то я не знаю я просто потом по делам поехал туда-сюда ну короче хотелось если думаю возьму эту курицу когда холодную всегда покупать что-то не нужно она 797 стоит 8 долларов но я не знаю она большая не буду показывать примену примерно как они такие в куска стоит 5 в куска у меня нет клубной карты но волмарте они постоянно есть на скидке то есть тут написано время вот 415 готовили это вечер сейчас сейчас уже время полдесятого это я только приехал недавно оттуда полдесятого ну вот здесь написано 2 паунда 12 умций то есть 2 паунда 12 умций это почти три паунда ну то есть где-то там около полтора килограмма то есть это вся курица весит за 8 баксов принципе это не дешево но и недорого нормальная покупка вот ну а так это обычная курица запеченная запеченная в гриль принципе ничего особо вредного в ней нет вот я даже не знаю но в принципе эти крылышки не вряд ли особо в этой закупке кстати особо вредных продуктов нету так сардины тоже не вредная искал не концентрантов ничего нет ну и все тут остались одни овощи но тоже быстро вам буду показывать вот это коле коле это такие растения они короче стоят понты 90 по моему 98 центов или доллар 48 что-то такое ну короче или доллар или полтора сколько их здесь не знаю пучок вот коле это что-то салат кидать типа листья в салатом и только коле называются потом бананы тоже 50 чем-то центов паунд я их много не ем поэтому взял пять штук ну там я не знаю на неделю например вот такое потом капусту взял одну она 88 центов паунд не знаю сколько она весит ну короче тоже недорого 88 центов капуста потом взял дыню дыня поштучно 248 но выбор был не особо большой вот как бы ну их разбирают быстро по такой цене потому что так вообще дыни 56 долларов за штуку стоит 248 дешевле очень вкусно пахнет прям запах от нее сумасшедший идет но нету наклейки непонятно где она выращена ну или в техасе или в мексике ну запах очень вкусный короче я думаю это нормальная покупка и по цене и как бы дыня ну мне лично очень нравится она как бы вкусно и полезно вот все это вот эта часть овощей и последний пакет тоже тут в основном овощи ну вот он чек ну да чем мы говорим здесь дописи а да да где 44 украши грубо говоря здесь даже на 44 45 где-то на 48 долларов в общей сумме вот в общем перцы халапеньо я вам горел 98 центов по он здесь их вообще немного лук такой он 2 доллара за 212 по моему за три паунда три паунда это 136 килограмма этот точно так же стоит его столько же и той же самой фирмы короче лук одинаково стоит два тоже чем-то там за три паунда короче это 6 паундов лука взял вот этот лук на развес 48 центов за паунд ну то есть этот получается желтый лук ой это фигня вот этот короче белый лук и тот красный короче понятно взял так как я лука много ем взял каждого вида по чуть-чуть ягоды тоже я вам их уже и показывал и обозревал блубери короче здесь какая-то ну небольшая расфасовка 11 унция до 312 грамм и она стоит 288 ну как бы не особо и дешево но и недорого как бы обычная цена ну короче взял тоже и последняя вот то что я вам еще не показывал но это очень крутая вещь блин сколько она стоит сейчас посмотрю 248 и отличная вещь и это дешевая цена короче вот это называется глава ну раньше их не было вообще волмарте волмарте много раз был и потом когда был в каролине мы там покупали тоже волмарте домой продукты вот такую штуку взяли и короче на пробу и она офигенно очень вкусно и вот здесь написано что высокое содержание витамина c укрепляет иммунную систему короче выращивается в мексике 454 грамм один паунд по счету здесь их 7 но бывают где 6 штук там они крупнее бывают они более зеленые бывают более желтые ну короче вещь очень классная вот реально мне очень понравилось и дешево стоит здесь есть еще рецепт как сделать вот типа сок с вот этой глава и с имбирем ну я вам сейчас покажу примерно как она выглядит но она тоже пахнет их и офигенно что-то тоже запах как типа как у дыни ну короче внутри она такое короче то ли она как типа яблоко но но не яблоко как яблоко с лимонным вкусом в ней есть семечки маленькие эти семечки тоже съедобные короче очень крутая вещь очень ароматно очень вкусно пахнет короче не знаю ну если кто не пробовал рекомендую такую тоже ну все друзья вот это все про кубки как я вам сказал на 40 где-то 5 долларов в общем вот ну то есть напишите что думаете ставьте лайки подписывайтесь видео уже очень долго не хочу затягивать и но и тем более как я вам говорю хочу уже короче поесть быстрее уже 10 часов почти скоро спать в общем ставьте лайки пишите каменты да благоволит к вам господь всем пока пока увидимся на канале с вами был и джин локс